Всем привет! Сегодня мы обсудим дни недели на японском языке и на китайском языке. Перед вами сейчас на экране картинка. С лема мы видим иероглифы. И это дни недели, как они пишутся на японском языке. В середине мы видим произношения, как они произносятся на японском языке. Давайте я вам произнесу. Понедельник Гетсуёби. Вторник Кайоби. Среда Суёби. Четверг Мукуёби. Пятница Киньёби. Суббота Доёби. И воскресенье Ничьёби. Как вы уже поняли, Йоби – это день недели означает по-японски. И Йоби – это вот два иероглифа. Первый иероглиф – это такой закорючка такая непонятная, можно сказать. А второй иероглиф – это означает день или солнце. Вот тут разберём поподробнее. Вот мы видим эти два иероглифа. Йоби. Тут мы видим само написание хироганы, транскрипция. Йоби. О будет долгое О. Йоби. И перевод там дни недели. Как я уже сказала, это японское слово, так это сейчас пишется на японском. Но все эти иероглифы, они пришли из Китая. И если вы в китайском языке наберёте в словаре вот эти два иероглифа, вам они тоже выдадут дни недели. И это будет произноситься по-китайски ЯОЖИ. Но сейчас в Китае так не говорят. Это, кстати, классический китайский язык. Раньше в Китае так обозначали, так говорили дни недели, так писали их этими двумя иероглифами. Но сейчас в Китае дни недели пишутся по-другому. А в японском языке, поскольку они это всё переняли из древнекитайского, то это и до сих пор осталось такое обозначение у них. Так давайте разберём, что же означают сами по себе иероглифы, которые стоят перед днём недели в японском языке. Вот на примере у нас первый иероглиф. Читается он ГЕЦУ. Тут у нас ГЕЦУ – это Хироганэ написано, тут в своём произношении. По-китайски это будет звучать ЮЭ. И означает этот иероглиф Луна или Месяц. И это будет Понедельник. То есть получается в японском языке или в древнекитайском, можно так сказать, Понедельник – это был день Луны. Дальше у нас идёт второй иероглиф. По-японски мы читаем это КА. По-китайски это будет КО. И означает это иероглиф Огонь. То есть можно сказать, что вторник – это день Огня в японском. Следующий иероглиф мы видим, третий иероглиф. По-японски он читается СУИ. По-китайски это ШУИ. И это у нас означает Вода. То есть получается Среда – это день воды. Тут даже, кстати, японское и китайское произношение, оно даже чем-то похоже СУИ и ФУЭЙ. Дальше у нас идёт следующий иероглиф. По-японски он читается МОКУ. А по-китайски МУ. И означает дерево этот иероглиф. МОКУ и МУ. Следующий иероглиф. По-японски КИ. По-китайски ДИНЬ. И это означает ЗОЛОТО или МЕТАЛ. То есть получается, что пятница – это день у нас ЗОЛОТО. Потом идёт у нас иероглиф следующий. По-японски читается ДО. По-китайски читается ТУ. Это означает Земля. И это СУБОТА. Ну и последний иероглиф – это СОЛНЦЕ и ЛИДЕЙ. НИЧИТЬ произносится по-японски. ЖЫ произносится по-китайски. И это означает РОГЛЮФ СОЛНЦЕ или ДИНЬ. И это у нас ВОСКРЕСЕНЬЕ. То есть получается, в японском ДИНЕДЕЛЬ они соотносятся вот к этим значениям, к этим стихиям, так сказать. К ОГНЮ, К ОГНЮ, К ВОДЕ, К ДЕРЕВУ, К ЗОЛОТО, К ЗЕМЛЕЙ, К СОЛНЦУ. Ну, раньше в древнекитайском языке не было НЕДЕЛЬ. И это всё пришло, на самом деле, с европейской части, отчасти из Индии, такие обозначения дней, дней, недели. И это дальше больше было связано с космологией, с космосом. И, как мы видим, первый иероглиф – это обозначает Луна. Огонь у нас, он принадлежит к Марсу. Вода – это у нас принадлежит к Меркурию. Дерево – это у нас Юпитер. Золото – это Венера. Земля – это Сатурн. А последний иероглиф – Солнце, само Солнце, которое обозначает также день. То есть, получается, что дни недели, они также могут обозначать и обозначают, что день Луны, день Марса, день Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна и Солнца. Так это тоже можно объяснить. Так это было в древнекитайском, и сейчас это остаётся в японском языке. У нас такое вот произношение и такое написание дней недели. Но как же по-китайски, как же в Китае говорят сегодня? Не недели. В самом Китае есть три варианта. Неделя – это будет Син Ци или Джоу или Ли Бай. Три варианта. Я больше всего слышала в Китае Джоу вариант. Но кто-то слышал и Син Ци, и Ли Бай. Сама я Ли Бай вообще не слышала. Но кто-то слышал, кто-то употребляет Китай большой, и от провинции к провинции там свои диалекты. Сейчас в Китае всё проще дни недели. В Китае это просто не считается один, два, три, четыре, от понедельника до субботы. То есть просто один, два, три, четыре, пять, шесть. А в воскресенье уже оно переводится как день до дня или же день солнца. Ну, давайте посмотрим. Как я уже сказала, Син Ци – это неделя. Получается, что понедельник будет Син Ци, вторник Син Ци. Среда – Син Ци Сан, четверг – Син Ци Се, пятница – Син Ци У, суббота – Син Ци Лио, и воскресенье – Син Ци Тян. Также употребляется Чоу. Перечисляем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Чоу И, Чоу Э, Чоу Сан, Чоу Се, Чоу У, Чоу Лио, Чоу Жи или Чоу Тян. Ну, и последнее значение для произношения – это Ли Бай. И также Ли Бай И, Ли Бай Эр, Ли Бай Сан, Ли Бай Се, Ли Бай Ву, Ли Бай Лио, Ли Бай Тян. Как мы видим, в современном китайском языке нет схожести с обозначением недели в японском языке. Если посмотреть на японский язык, то мы не поймем, что это идет речь о дне недели, не знаю, древнекитайского языка. То есть тут можно не сразу сообразить. То есть тут есть сейчас в современном китайском, на современном японском есть большие различия между днями и неделями. Надеюсь, вам понравилось это видео, было оно познавательным. Спасибо за внимание, до новых встреч!